Они управляют светом на расстоянии. Казанцы изобрели дистанционные фонари. Если они установлены на автомагистрали, отключить свет или добавить яркости можно, не выходя из офиса. С разработчиками встретилась Алина Хусаинова. Задать яркость освещения или вовсе выключить фонарь на автомагистрали, не выезжая из офиса. Такое сделали возможным казанские разработчики. Вот с такой панели управления можно регулировать освещение как в здании, так и на улице. В каждый светильник встроен модем, который принимает и передает сигнал. Таким образом можно регулировать освещение на протяжении десятка километров. Такие на татарстанских автомагистралях пока не светят, но их уже тестируют в других регионах страны. Оригинальный дизайн – это не дань моде. Конструкция не позволит фонарю заледенеть. Но особая гордость производителей – вес разработки 7 килограммов вместо обычных 18. Основная уникальность светильника состоит в том, что при аналогичных параметрах любой другой светильник, светодиодный, ну и обычный светильник, весит в 4 раза больше. То есть нам удалось за счет новой системы теплоотвода. В час машина производит 8 тысяч светодиодов. Остальное – дело рук людей. Разработчики дают гарантию – конструкция будет светить исправно четверть века. Фонари работают без защитного стекла. Производители отказались от привычного элемента, чтобы светило ярче. Также здесь примена интересная система. То есть, если вы заметили, здесь нет защитного стекла. То есть защитное стекло и вторичная оптика, которая распределяет свет в нужном направлении, соединены вместе. Таким образом, мы не теряем свет в стекле, а потери в стекле составляют в чистом 7%, а в грязном – до 50%. То есть тем самым мы увеличиваем без увеличения мощности светильника количество света, которое из него выходит. Детище казанских разработчиков освещают улицы в разных концах страны. За три месяца разобрали больше 10 тысяч инновационных фонарей. Алина Хусейнова, Валерий Митрошин, Вести, Татарстан.